Я поддержал бюджет, и я думаю, что это достаточно ожидаемо. Конечно же, фракция БПП и Народный фронт, как основа коалиции, мы проголосовали за бюджет. Я хотел бы прокомментировать несколько моментов. Ну, общее впечатление следующее. Идеальный ли это бюджет? Идеальных бюджетов не бывает. Но это хороший документ, который впервые за много лет был подготовлен открыто, нормально, вовремя подан, три месяца обсуждался, и это шаг, большой шаг для Украины вперед. Я хотел бы отреагировать на то, что я услышал. Ну, коллега Пташник, бюджет запуска экономики, а это что такое? Здесь какой-то мифий, ну, магическая какая-то, надо записать там, абра-кадабра, там как-то через строчку, буквами распространить, и тогда у нас запустится экономика. Бюджет это, знаете, смета страны. Вот доходы, вот расходы. Нет такого бюджета, который бы раз и магически запустил экономику. Его не существует. Этот бюджет, опять же, коллега Пташник говорит, что помогает тем, кому помощь не нужна. Но, видимо, помощь не нужна учителю, потому что этот бюджет... Я позднее, я позднее, я позднее, я позднее, я позднее. Я позднее, что миллионы украинских семей смогут дышать чуть легче. Коллега из Батькивщины говорит, почему не голосовала фракция Батькивщины. Ну, тут все очень просто. Я там наблюдаю за украинской политикой достаточно давно, и участвую в ней уже там какое-то количество лет. Для Юлии Владимировны Тимошенко все, и, естественно, Батькивщины, все бюджеты делятся на ее равно хорошие, и не ее равно плохие. То есть я не помню ни одного бюджета, когда Юлия Владимировна не была премьером, то есть сама его не готовила, чтобы она сказала, знаете, это хороший бюджет, да, я в оппозиции, да, может быть, там, сегодня я не во власти. Но вот этот финансовый документ хороший, ну, или более-менее. Я готова его поддержать, может быть, какие-то нюансы, но в целом готова. Ни разу я такого не помню. У меня все очень просто. Мой бюджет – хороший бюджет, не мой бюджет – плохой бюджет. Все, и здесь все как дважды два, и поэтому здесь никаких нет сомнений. И очень показательно неголосование совместное Батьевщиной и оппозиционного блока, такая себе широкая оппозиция, которая, чья цель сегодня – досрочные выборы. Поэтому чем хуже, тем лучше. Конечно же, они недовольны тем, что сегодня заблаговременно, за 10 дней до Нового года, принят государственный бюджет беспрецедентным числом голосов 274. Это показатель, что в стране стабильность. Это означает, что есть... И это означает, что есть больше, что я не на секунду не больше коллеги Пташник. Я не больше коллеги Пташник, но больше Александр Кужин. Еще раз. Я не больше коллеги Пташник, я ориентируюсь по коллеге. Спасибо, Алексей. Поэтому есть большое количество голосов, значит, есть реальная стабильность. Мы это показали нашим партнерам и украинскому обществу. Слава Богу. Есть понимание в парламенте...